О, Бог, белый, яко, Бог наш! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, в пятую неделю Великого Поста наша Церковь вспоминает память Святой Преподобной Матери Нашей Марии. Это пример для нас, когда человек от страшных грехов перешел к осознанию этих грехов и перешел к особой постнической, подвижнической жизни. С образом Преподобной Марии Египетской, наверное, дорогие мои, связана вся наша жизнь. Мы уподобляемся, но, к сожалению, мы уподобляемся первой половине ее жизни, именно половине, которая посвящена грехопадению, развратной жизни, грехам. Преподобная Мария Египетская с 13 лет, родившись довольно в такой семье, не очень бедной, ушла из дому и переехала в город Александрию, в Египте. Грех заключался в том, что она предавалась плотским страстям, она жила развратной жизнью, жила жизнью, посвященной похоти, в совращении мужчин. И для нее оказалась эта жизнь замечательной. Вино, веселье, танцы. А Господь наградил ее особой красотой, особой изяществом. И самое страшное, наверное, здесь то, что предавалось она этим плотским утехам не ради того, чтобы жить, зарабатывать, не ради того, что так случилось, что нужно как-то продолжать свою жизнь и своим телом, может быть, зарабатывать деньги. Мы знаем пример из жития освятителя Четвероца Николая, когда он помог трем девушкам. Отец их хотел продать в рабство для того, чтобы жить. У них не было денег. Но здесь был достаток. И здесь просто была похоть разврата. Очень много лет Мария прожила такой жизнью. Но Господь открывает нам. Господь очень часто показывает нам наши грехи. Так случилось, что однажды, находясь в Александрии, она увидела большую толпу людей, которая шла в направлении к морю, к кораблю. Она заинтересовалась. Но она заинтересовалась не тем, куда идет корабль и куда едут люди, а люди ехали в Иерусалим. И ей было интересно обильное количество мужчин, которые находились на этом корабле. И она решила напроситься. Но у нее было денег. Тогда она сказала, я буду рассчитываться своим телом с вами. Улыбнулись мужчины и взяли ее с собой. На корабле она вела распутную жизнь. И прибывшие в город Иерусалим в канун Великого праздника воздвижения чеснага и животворящего креста Господа нашего Иисуса Христа, она больше ради интереса, чем с верой, решила пойти в Иерусалимский храм. А туда шел народ. Туда шли люди поклониться животворящему древу, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. И она пошла. Она пошла, влилась в поток людской, но невидимая сила остановила ее во вратах храма и откинула назад. Она попыталась с другим потоком пройти, но эта сила ее опять назад откинула. И тогда она задумалась, что же происходит. И прошло отрезвление. Она вспомнила о том, как она жила, и поняла, что сам Господь знает все ее дела и всю распутную жизнь. И она озарилась этим божественным светом. Она отошла в притвор храма, упала и начала молиться Господу Богу о прощении грехов. А поднявшись свой взор выше, увидела икону Пресвятой Богородицы, которая с умлением смотрела на нее. И она начала просить у Матери Божьей прощения за ту жизнь, в которой жила она, начиная с 13-летнего возраста. И услышала голос, если ты хочешь спастись, если ты хочешь не погубить свою душу, иди через реку Иордан, поселись в пустыне, живи там. И ты найдешь там свое успокоение. Под таким впечатлением Мария попыталась опять зайти в храм, и произошло чудо. Она зашла в храм. Она поклонилась Животворящему древу Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И дальше двинулась в сторону реки Иордан. И Господь дал ей силы дойти туда. Трудно было ей идти. Она получила несколько монет от прохожего человека, который пожалел ее, увидев, что она плачет, рыдает, лицо опухшее, потрепанный волос. Начала уже и одежда рваться на ней. Он дал ей несколько монет. Она купила хлеб. Нашла лодку и переправилась через Иордан, Иорданскую пустыню. И вот здесь начинается следующий этап ее жизни. Она осознает вот ту страшную греховность. Тот грех, который она совершала в молодости. И она полностью поменяла свой образ жизни. Отшельница, пустынница, молитвенница. Она молилась в пустыне и прожила 17 лет. Почти ничем не питалась. Одежда, в которой она ушла из отчего дома, а потом с Александрии прибыла в город Иерусалим и стрепалась. Она была ногая. Ей не во что было одеться. Она изнемогала от холода зимой. Она изнемогала от жары летом. Волосы ее спутались. Именно в таком состоянии ее встретил старец Зосима. И здесь нужно особо об этом поговорить. В одном из монастырей был такой обычай. После первой недели Великого Поста монахи шли в пустыню и до последней недели страстной подвязались каждый в своем подвиге. И старец Зосима также ушел в пустыню. И вдруг он увидел человеческую тень. Он увидел человека без одежды, обнаженного. Человек, увидев его, начал убегать. Это и была Мария, которая впервые за 17 лет, не встречая даже зверей, она встретила живого человека, да еще и монаха, да еще и священника. И она захотела исповедоваться ему. Именно от него мы знаем ее житие. Он кинулся к ней. Она сказала, я женщина, отвернись, дай мне часть своей одежды, чтобы я могла прикрыть свою наготу. Она прикрыла наготу и рассказала о своей жизни. Она каялась впервые за 17 лет перед священником. Она каялась о своих грехах. И он был поражен, что, обратившись к нему, она сказала, старец Зосима, я хочу поисповедоваться у тебя. Трепет и страх прошел через все тело старца. Он был удивлен, что эта женщина знала его имя. И вот здесь, дорогие братья и сестры, на примере Святой Марии Египетской мы должны понимать, что наша жизнь с вами она тоже очень похожа на жизнь Святой Марии. Мы грешим против себя. Мы грешим своей жизни против Бога. Мы грешим против близких. Мы согрешаем против своей совести. И сегодня, особенно в эти дни Великого Поста, недаром Церковь нам дает этот образ великой подвижницы, великой святой. которая смогла побороть себя гордость, тщеславие и побороть те искушения в пустыне, потому что она часто вспоминала и гуляния свои среди мужчин, и употребление вина, которую она любила в той первой своей жизни. Ее искушал дьявол, но она не поддавалась этим искушениям. А мы, к сожалению, очень часто поддаемся им. И нам надо помнить, что человеческая жизнь — это одно мгновение. Человек приходит по велению Божию, он приходит на землю, его душа приходит в тело, а через определенный момент тело покидает душу. И вот самое главное, что преподобная Мария Египетская успела раскаяться. она рассказала о своей жизни старцу Зосиме. Через год он пришел на это место и снова встретил ее. Он ее причастил, а через некоторое время пришедший к ней увидел, что она уже мертва. Но рядом на песке было написано имя Мария. И вот церковь недаром в эти последние уже две недели до Страстной Седмицы рассказывает нам об этой святой. И мы вспоминаем ее память. И воскресный день пятой недели Великого Поста посвящен преподобной Марии Египетской. Совершается богослужение в раме литургия. Совершается в этот день мы слышим повествование евангельское, посвященное святой. В этот день мы служим молебен и читаем молитву к святой Марии Египетской, чтобы она помогла нам стать такими же, как она. Это очень трудно, потому что время испытаний, время тяжелое, а время поста и время молитвы это время сложное. Я хотел бы, чтобы мы все как можно больше уподоблялись не первой половине жизни святой Марии, а именно второй, чтобы мы могли покаяться, могли причаститься к святых христовых тайн и помнили, что в одно мгновение вся смерть нас может забрать, и мы должны пристать пред Богом с грехами, но мы должны успеть покаяться. Позже благословение Божие пребывает с нами с духовной весной помощи Божьей и всем поддержки Святой Марии Египетской.